Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами проводим разбор олимпиадных заданий. Начнем с 10 класса. Поскольку разбор первого, второго и третьего заданий, там где требовалось соотнести текст с тем, кто его написал, или текст с тем, о ком он написан, будет у вас выложен в ваш личный кабинет. Мы начнем сразу с творческих заданий. И первое, о чем мы поговорим, будет анализ прозаического текста. Для анализа в 10 классе был предложен рассказ Антона Ратникова, который называется «Великий поэт». Требовалось сделать комплексный анализ текста, затронуть его основные формальные и содержательные аспекты, показать его смысл как сложно построенный в аберинде сцеплений смысловых и прийти к пониманию авторской позиции через анализ формальных его особенностей. Я покажу вначале, по какому пути рассуждений возможно было идти, затем коротко коснусь основных удачных и неудачных аспектов тех работ, с которыми столкнулась Олимпиадная жюри. Итак, по какому пути размышлений возможно было пойти. Для современной литературы очень важна вот эта оппозиция. Что рассказано и как рассказано. Сюжетный уровень текста, как правило, в современном произведении не очень значим. Если мы посмотрим, к чему сводится сюжет рассказа «Великий поэт», то мы поймем, что явно автор с нами работает не на этом уровне. Это рассказ о неудачном походе главного героя на мемориальную встречу, посвященную Николаю Рубцову. Этот поход закончился ничем. Встреча была принята за несанкционированный митинг, и герой, собственно, и ушел с нее, и с нее ни с чем. Соответственно, идти нужно было не по пути анализа сюжета, а по пути анализа того, как представлен этот сюжет. Что мы увидим, если пойдем по этому пути? Мы увидим, что в рассказе перволичное повествование повествователем является протагонист, который является одновременно и главным героем. И все время в том, как он излагает свою историю, он выделяет некие инвариантные ситуации. Вы их видите на экране, я попробовала их систематизировать. С одной стороны, это ситуации неудачной коммуникации или иллюзии контакта. Продавщица шепчет доверительно, но это не искренние эмоции, а часть профессиональной стратегии. Коллега перестает интересоваться героем, как раз тогда, когда он становится интересным. Он говорит, что пишет стихи, и она заставляет его признаться, что это его стихи. Происходит неудачный обмен шутками с Артемом, его шутки не смешные. Либо происходит разрушение коммуникативной ситуации. Так, памятная встреча похожа на экзамен, другие персонажи ее принимают за несанкционированный митинг полицейские. Старушка просит милостыню, получает цветы. Герой спрашивает ее про поэта, имя которого она принимает за имя участкового и так далее. То есть, герой постоянно попадает в ситуацию, когда происходит разрушение человеческой коммуникации, когда происходит неудачная коммуникация. Таким образом, один из ключей к пониманию смысла того, что рассказано нам, это чеховская поэтика разрушенного диалога, которая становится одним из важнейших ключей к интерпретации рассказа. Для его более полной интерпретации нам, естественно, нужно подробнее присмотреться к тому, кто ведет повествование. И поэтому какая-то очень значимая часть работы должна была быть посвящена, конечно, рассмотрению вот этого повествующего лица, экспозиции героя. Итак, повествование ведется от первого лица. И важно то, что оно замкнуто на точке зрения героя. Он не включает в свой рассказ точки зрения других людей. Этих людей нет в его мире. Окружающие вообще не сильно его интересуют. Он не вдумывается в них. Его видение окружающих является овнешненным. Он опознает их исключительно по одной-двум деталям внешности. Это заколка клешня у продавщицы, большие серьги у коллеги, фиолетовое пальто у женщины на митинге, киновидная чеховская оборотка у лидера этой мемориальной встречи и так далее. Основываясь только на вот этом поверхностном визуальном образе воспоминаний, герой выносит свое суждение и о Рубцове. И это суждение ироническое, хотя оно вынесено без вдумывания в сущность личности Рубцова и его творчество. И Хемингуэй Хемингуэчик просто потому, что он вспомнил портрет Рубцова, напоминающий знаменитый портрет Хемингуэя, где вот он в свитере, который был в каждой интеллигентской семье в 60-е, 70-е, 80-е. Нужно отметить, что столь же поверхностно и шаблонно судят поклонники Николая Рубцова о поэте. Они также овнешненно его воспринимают, они также не вдумываются в суть его творчества. Они его воспринимают просто как гения, который писал о России. Перед читателем разворачивается сознание современного обывателя. У него средний финансовый достаток, легкая ироническая рефлексия по поводу всего, в том числе и себя. И есть смутное беспокойство о легковесности собственного существования. В одной из замечательных олимпиадных работ, которые нам удалось проверить, этот герой охарактеризован так. Это не Печорин, который будет заниматься бесконечным самоанализом. Это герой именно нашего времени. Саркастичный, довольно образованный, склонный к самолюбованию, следующий своим сиюминутным желанием, занимающийся постоянной перетасовкой дней. Какое время такой и герой. Для характеристики и протагониста, и рассказа в целом, значим мотив несовпадения человека с самим собой. Вспомним такую деталь, как пальто, будто бы взятое из костюмерной ленфильма. Когда героя характеризуют, видят полицейских, он пишет о них. Форма у него была полицейская. Один с погонами лейтенанта подошел к Чехову. Примечательно, что здесь и Чехов ненастоящий, и полицейский, лишь обладатель погон лейтенанта. А на самом деле он неизвестно кто. Но главное, что не совпадает с собой протагонист. Он ощущает, сам не зная почему, интерес к Крупцову. Он покупает ромашки и идет на мемориальную встречу. Он ощущает жалость к старушке в метро. И он в целом смутно подозревает, что в жизни должно быть что-то более значимое, чем то, чем он ее изо дня в день наполняет. Но тяга эта слишком неосознанная для того, чтобы дать толчок поиску. Очень важный аспект, который нужно было почувствовать, и если автор олимпиадной работы его почувствовал, то, как правило, анализ складывался удачно. Это дистанция между автором и героем. Дистанцию эту задает первая фраза рассказа. Напомню ее. Стукнул по карману, что-то звякнуло. И это скрытая цитата из Элегии Рубцова. Это стихотворение становится вторым и очень значимым, наряду с чеховским ключом к рассказу, тоже становится значимым ключом к интерпретации этого рассказа. О том, что эта скрытая цитата из Рубцова знает только автор. Персонаж-рассказчик в неведении. Его знание Рубцова поверхностно. Он припоминает, что Рубцов – это что-то о России. Но вот по воле автора персонаж-рассказчик рифмуется с лирическим героем Рубцова. Это делает сам автор Антон Ратников. Он проводит параллели, неявные, скрытые между лирическим героем стихотворения и тем героем, о котором пишет сам. Приведу этот прекрасный текст. Стукнул по карману, не звенит. Стукнул по-другому, не слыхать. В тихий свой таинственный зенит полетели мысли отдыхать. Но очнусь и выйду за порог. И пойду на ветер под откос. О печали пройденных дорог. Шелестеть остатками волос. Помним, что примерно так герой описывает тот портрет Рубцова, который он припоминает. Бессмысленные нити волос. И здесь вот это стихотворение аллюзивно присутствует. Память отбивается от рук. Молодость уходит из-под ног. Солнышко описывает круг. Жизненный отсчитывает срок. Стукну по карману, не звенит. Стукну по-другому, не слыхать. Если только буду знаменит, то поеду в Ялту отдыхать. Печально-ироническое стихотворение Рубцова раскрывает в конкретных, обыденных, сниженных реалиях тему прощания с молодостью, ощущение конечности жизненного срока, сомнительности достижения каких-то благ. В финальной строчке насмешка автора над невысоким жизненным запросом уставшего лирического героя, мечтающего лишь о житейских радостях. И эта элегия – краткое лирическое резюме бытия современного обывателя, персонажа-рассказчика только в антураже 21 века. Рубцови хорошо помнит автор и не очень хорошо рассказчик, и их позиции нельзя смешивать. Однако в целом ряде работ так и происходит. Процитирую некоторые из таких неудачных решений. Автор и является главным героем, что в корне неверно. Радников подмечает упадок нравов. Автор преодолел свою пассивность и занялся оккультурным самообразованием. Вот это расхождение между автором и героем было еще... важно было почувствовать еще и потому, что современный текст не предполагает, в отличие от текста классического, четкой расстановки этических акцентов. А потому он провоцирует читателя к диалогу. Мы можем и могли бы, как авторы олимпиадной работы, высказать свою позицию в отношении жизненного креда, персонажа. Мы могли бы с ним не согласиться, мы могли бы примкнуть к автору, который помнит о Рубцове, показать, что вот это забвение каких-то духовных доминантов не тотально. И в лучших работах вот эта дистанция, разделяющая автора, который помнит все, у которого есть культурная память, и героя, который не помнит ничего, а только хочет чего-то более глубокого в своей жизни и не находит. Вот в лучших работах эта дистанция почувствована и показана. Скажу о некоторых, о каких-то достоинствах и недостатках работ, с которыми мы столкнулись, я уже сказала, скажу еще о некоторых. В лучших работах показано владение теоретико-литературными понятиями и умением их точно использовать для анализа текста. Встречаются, допустим, такие точные наблюдения. Характерной особенностью текста, цитирую одну из работ, является порцеляция. Синтаксис рассказа рваный напоминает спонтанную речь. Именно эта простота повествования создает доверительные отношения между читателем и рассказчиком. Лучшие работы демонстрируют понимание темы, проблемы произведения, способность ощущать авторское отношение к изображаемому. Также процитирую. Название рассказа Ратникова «Великий поэт» можно трактовать двояко. «Великий поэт Николай Рубцов» или «Великий поэт как прозвище безымянного героя-раскальщика». Эта двойственность сразу задает тексту иронический тон, свойственной литературе постмодерна. Но была и другая группа работ, в которых анализ, необходимый для корректного выполнения этого задания, задание номер 4, аналитического, вот этот анализ заменен на эссеистику. И вне зависимости от своего уровня владения теоретико-литературными понятиями, вне зависимости от самобытности либо примитивности выражения мыслей, эти работы не аналитические, так как их авторы не воспринимают текст как сложно построенный смысл и не раскрывают этот смысл в лабиринте сцеплений, как это требуется в самом главном первом критерии оценивания аналитических работ. Каковы недостатки вот этой группы работ, условно назовем их эссеистическими. Такие работы отличаются упрощенностью, прямолинейностью трактовок различных фактов, встретившихся в тексте. Им присуща тенденция наивного чтения, когда литературные персонажи воспринимаются как реальные люди, а их поступки объясняются бытовыми, социальными или психологическими причинами. Приведу примеры такого слишком уплощающего художественный текст, понимания цитаты из работ. Мужчина пошел на митинг, от нечего делать. Сравнение снежинок с батальоном маленьких и храбрых десантников говорит нам, что молодой человек, очевидно, знаком с военным делом. Герой не может себе позволить коньяк, не считая бесправия, процветают в нашей стране. Недостатком является и гиперэмоциональная речь, когда анализ подменяется эмоциональным выплеском. К примеру, что тоже не, ну вот, да, какие повороты тоже не добавляют ценности работе. Цитата. Пронизанный параллелями и отсылками текст имеет множество вариантов интерпретаций и показывает высокую концентрацию смыслов, которые, в отличие от текста, не ограничены ни словом, ни знаками припинания, а лишь реализуются в нем, готовы и найти своего читателя, который сможет погрузиться в их бездонную бесконечность и стать настоящим читателем. И при этом ни один из бездонных смыслов, которые заявляются в этом периоде, так и не называется. А учитывая специфику предложенного рассказа, который показывает нам девальвированное современное сознание, вот такой период риторический вообще с трудом вяжется со смыслом того текста, который требовалось проанализировать. Ряд работ страдает многословными пафосными вступлениями, в которых упоминаются для пояснения сути рассказа Ратникова и ансы и дети Тургенева, и думы Рылеева, и даже подвиг Ивана Сусанина. И это, конечно, диссонирует сериалиями текста. Звучит это так примерно, этот цитат из работы. «Страшно подумать, какое количество великих поэтов забыло современное поколение. О времена, о нравы и далее в таком же духе». Не все ребята смогли преодолеть инерцию литературно-критических клише и штампов, используемых при подготовке к Олимпиаде. И по воле заученных смысловых блоков персонаж-рассказчик стал, и дальше цитаты, прозревшим героем, который вырвался из рутины обыденщины, открыл для себя мир искусства, причастился к прекрасному, был воскрешен большой поэзией, что, к сожалению, не соответствует авторскому видению. Повторюсь, все работы, которые пытались увидеть вот эту ценностную дистанцию между автором и рассказчиком, понять, что эта дистанция ироническая, как правило, с рассказом справились. Перейдем к анализу поэтического текста, который выбрало меньшинство участников, но, тем не менее, вот 6 работ из 35 были посвящены анализу стихотворения Арсения Тарковского рифма, буду работать по той же схеме, буду совмещать показ возможного, ну, оптимального пути анализа и анализа достоинств и недостатков тех работ, с которыми мы встретились, проверяя Олимпиаду. Большинство ребят абсолютно верно классифицировало это стихотворение, как посвященное теме поэта и поэзии. Но вот увидеть, что рифма не тождественна поэзии, что рифма является инструментом поэта, способом улавливать смысл бытия, большинство ребят не смогли. В ряде работ рифма и поэзия употребляются как синонимы через запятую, отсюда контекстуальные сопоставления в основном с пророком Пушкина и поэтом Лермонтова, что в общем мало что проясняет на самом деле в Тарковском. Стихи, посвященные именно рифме, ее тайному знанию и капризам, не вспомнил никто. Жаль, что в работах не прозвучали такие тексты, как «Эхо, бессонная нимфа скиталась по брегу пене Пушкина», «Все в Москве пропитаны стихами, рифмами, проколото насквозь Ахматовой», «Известные стихи Цветаевой, не возьмешь мою душу живу, не дающуюся как пух». Жизнь ты часто ревнуешься лживо, безошибочен певчий слух. И гениальные стихи Адамовича. «Всю ночь слова перебираю, найти ни слова не могу, в изнеможении засыпаю и вижу реку всю в снегу. Весь город наш навек единый, край неба бледно-райский синий, и на деревьях райский иней, друзья, слабеет в сердце свет, а в Петербургу рифмы нет». Естественным было внимание, ребят, к стиховеческой стороне анализа. Если стихотворение называется «Рифма», один из ключей можно поискать именно в рифме, непосредственно употребленной поэтом. Ключ был действительно эффективный, и находка была хорошая в одной из работ. Если проанализировать не просто звуковой, а смысловой тематический характер рифмы, допустим, составить список рифм, к примеру, пространство, постоянство, шаманство, пройдет, перепоет, умрет, вдохновение, мгновение, биение, то вот эти цепочки становятся своеобразным оглавлением стихотворения и его композиционным стержнем. Главный и самый частотный недостаток стиховеческих аналитических работ – это отсутствие выводов при интересных наблюдениях и точно подмеченных деталях. Недостаточно определить размер или способ рифмовки. Само по себе это знание недорого стоит. Важно объяснить, как именно размер, рифмовка, троп, фигура речи, анзимбембан работают на смысл стихотворения. К примеру, можно заметить, что в стихотворении Тарковского при достаточно традиционной метрике, а там яма с перихиями, использована достаточно редкий дра для русской лирики тип строфы. Это пятистишия с рифмовкой по схеме А, Б, А, Б, А. Такая строфа звучит одновременно и закончена гармонизированно, потому что вот это рифменное кольцо замкнуто. С другой стороны, чувствуется, что идеальный баланс, характерный, например, для Катрена, в ней нарушен пятистишия, нарушенный Катрен, и это интонационно постоянно ощущается. Таким образом, возникает значимая дихотомия, законченная, конечная, противопоставленная продолжающемуся, длящемуся. И вот эта двойственность, эта оппозиция, которая у Тарковского потом мы увидим, связана диалектически, образует один из главных нервов стихотворения, который приобретает дополнительные оттенки смыслов в контексте других уровней произведения. Для успешного выполнения анализа необходимо было проследить лирический сюжет стихотворения, его внутреннюю динамику, и этот лирический сюжет развивается между двумя полюсами. Если вначале лирическое я признает невеликую ценность трифменной силы, то в финале стихотворения звучит мысль о ее неотменимости и насущности. Проложенная между двумя этими точками траектория рассуждения могла бы проходить по следующему маршруту. Эти вопросы маркируют такие очень важные точки, по которым движется мысль Тарковского, и могла бы двигаться мысль проводящего анализ. Какие признаки лежат в основе сравнения души с ребенком и живого слова с плотвой, в чем художественный смысл подобных сравнений? Какую роль в контексте художественного целого стихотворения играют образы различных временных пластов, связанных с допотопным шаманством Коперником Эйнштейном? Как связаны сферы творчества с другими сферами бытия в стихотворении, с природой и наукой? Отвечая на эти вопросы, возможно было бы прийти к пониманию поэтики Арсения Тарковского как неоакмистической. Тарковский, наверное, самый последовательный приемник акмистической идеи, акмистической поэтики, который наследует мандельштамовскому видению всех значимых сфер человеческой творческой деятельности и науки, и искусства, как функционирующих в согласии с общей системой ценностей. Если у мандельштама в природе длительность, как в метрике Гомера, и собор, возможно, воспевать как стихотворение, он также прекрасен, как стихотворение, потому что все, что делает творческая воля, пронизано гармонией. То вот примерно такое же видение наследует Арковский. А рифма – это способ осуществления как раз вот этой тотальной связи между всем. Об этой же связанности и способности к продолжению говорит и субъектная структура стихотворения, которая тоже оказалась обойденной вниманием. В современной лирике субъектная структура, тот, кто является субъектом речи, субъектом сознания, как правило, эта структура сложно построенная. Здесь перед нами не столько лирический герой, сколько лирическое «я», потому что его внимание направлено не на свои переживания, оно направлено на осознание природы вот этого поэтического инструмента рифмы. Это «я», которое говорит не о себе. Так вот, это лирическое «я», которое осознает себя смертным, в финале обращается к адресату, и там появляется «ты». И это «ты» должно припомнить рифму «влажное биение». Следовательно, это «ты», адресат стихотворения, тоже обозначает поэта. Он смертен как индивид, это лирическое «я», и я умру, и тот поэт умрет. Но бессмертен как носитель способности связывать все со всем, то есть рифмовать. Они связаны тем, что они все владеют вот этой единой силой связать и раздвоиться, рифмовать. Так, на смысловом уровне, вот связь этого конечного с бесконечным, я конечен как человек, но я бесконечен как поэт, потому что всегда есть еще такой же, который обладает той же силой. Вот на этом смысловом уровне работает отмеченное нами при анализе строфики диалектическое соотношение конечного и продолжающегося. Перейдем к анализу творческого задания. Это задание номер пять. Для успешного выполнения этого задания необходимо было представить себя куратором выставки, которая будет сделана по модели действительно происходившей выставки «Русский сентиментализм в знаке припинания». Та выставка, которую должен был представить, что курирует участник олимпиады, должна быть посвящена русскому романтизму. Необходимо было придумать ее концептуальное решение, связать эстетику романтизма со знаками припинания и визуализировать это в оформлении залов. Их должно быть два-три. Нужно было придумать экспонаты, которые будут размещены в этом зале, назвать четыре-пять предметов, планируемых к экспозиции и кратко пояснить, каково их значение и назначение на выставке. Немаловажно, что тот текст, который будет представлен олимпиадному жюри, должен быть выдержан в определенном жанре. Это афиша или анонс выставки, которая должна быть размещена на сайте музея. И это такая афиша, которая адресована всем ее посетителям. Что же, как, что было удачным и неудачным в решении этой творческой задачи? Очень многие участники проделали работу, дублирующую образец. Повторяли названия залов, предложенные составителями задания. И на этом фоне очень выигрышно смотрелись варианты с такими названиями, которые были оригинальными, не дублирующими уже заданную матрицу, заданный образец. Еще один минус. Предлагали либо необоснованные сочетания знака и, допустим, какой-то эстетической черты. Скажем, знак тире предполагалось интерпретировать как символ глубокой драмы, непонятно почему, или восклицательный знак как символ, я цитирую олимпиадную работу, уютного внутреннего комфорта, тоже непонятно почему. К еще, к еще одному такому существенному недостатку относится то, что часто значимые признаки литературного направления подменялись типическими сюжетными коллизиями для романтизма. Это влюбленность, стремление к счастью. Или эмоциями, которые романтическими считаются в обыденном восприятии, допустим, чувственную любовь и грусть. И по сути, с эстетикой романтизма связаны лишь посредованно, не являются его неотменимыми эстетическими чертами. Заметно не развлечение фактического антуража эпохи. С романтизмом связывалось все, что имеет оттенок старины, как, к примеру, пышные бальные платья, кружевные перчатки, зонтики, сервизы, точенные пистолеты, цитата, револьверы, бричка. Как правило, работы были композиционно выстроены достаточно грамотно, а вот логические изъяны внутри описания залов, последовательности расположения экспонатов присутствовали. Это тоже один из критериев, по которым мы оценивали олимпиадные работы. Так, в одной из работ предполагается зал, посвященный знаку точка с запятой, который интерпретировался автором как репрезентация обновления, и предполагалось в этом зале разместить весенние букеты, и тут же картины, изображающие уныние и разруху после войны. Непонятен переход здесь от одного смысла к другому. К сожалению, литературные произведения, посредством которых описывали романтизм, оказались немногочисленными. Здесь лидировали Мцири и Светлана. Иногда выбор текстов был, мягко скажем, для нас неожиданным. Так, говоря о романтизме, упоминалось «Горе от ума», «Обломов», «Белые ночи», «Евгений Онегин», «Герой нашего времени» без комментария о реалистической специфике этого романа. Мы отмечали, что из «Работы в работу» встречаются повторяющиеся экспонаты, маркирующие движение мысли, которое появлялось у всех и поэтому не было сильно оригинальными. Так, из «Работы в работу» кочевали цепи в их связи с идеей освобождения от чего-либо. Письма, исключительно понимаемые как любовные. Книги, иногда были названы конкретные романтические тексты, зеркала как символ самоидентификации, часто разбитые как знак преодоления себя, картины в жанрах пейзажа, марины или анималистики, картонные или восковые фигуры героев романтических произведений, которые часто были не названы по именам. То есть, вот чувствовалось отсутствие знания и литературной фактографии, не только фактографии эпохи. Отдельно отметим, что в ряде работ присутствовали просто списанные из условия задания изящные женские вещицы, мебели, гербарии. То, что было придумано уже составителями задания, точнее, составителями выставки про русский сентиментализм, скажем так. И разумеется, такой плагиат давал минус при оценке творческого задания. Из остроумных и удачных решений, которые были встречными нами, наверное, стоит отметить игрушку антистресс в виде барса. И замечательно, что автор сказал о ней вскользь, предложив ее не как экспонат, а как дополнение к экспозиции, вроде детской части экспозиции. То есть, каждый может себя почувствовать победителем Барса. Из интересных, но не слишком, наверное, удачных, мраморные бюсты античных философов с выбитыми на них изречениями о любви. Сильным недостатком, достаточно часто встречающимся в ряде работ, было непопадание в конвенции жанра афиши либо анонса на сайте. Чаще всего мы видели литературное аналитическое разъяснение того, что и как следует понимать в каждом зале. И, конечно, за вот это непопадание в жанр по последнему критерию, а все критерии будут выложены обязательно в личном кабинете, баллы, то есть вот если работа не выдержана в жанре афиши, если не учтен слушатель, если текст не содержит как бы знаков, маркеров того, к кому он обращен, конечно, баллы тоже снимались. Оправданным для разговора о современном музее, и это было удачное, наверное, решение, представляются предложенные некоторыми участниками интерактивные экспонаты, например, письменный прибор той эпохи и возможность написать нечто, предоставляемое посетителям, либо аудиовизуальное дополнение экспозиции, тем более, когда это фактически сопрягается с тематикой выставки, например, предлагался конкретный романс. Учитывая современное тяготение музеев к оформлению экспозиции в стилистике мультимедиа, такие решения только приветствовались, однако их было, к сожалению, немного. Вот на этом разбор работ десятого класса мы закончим. Я поздравляю всех с тем, что вы этот этап прошли, справились. Будем ждать с нетерпением результатов. Спасибо за внимание.